Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня будут книжные покупки за довольно продолжительный период времени, потому что мартовские я пропустила, а уже середина апреля книг будет много и попали они ко мне самыми разными путями. Но начну я с журнала, который уже показывала и в своем инстаграме, и в группе ВКонтакте, но обращаю ваше внимание еще раз. Если вам нравится актер Алан Рикман, то в этом выпуске просто шикарная статья про него, в которой не только отличные фото, но еще и интересная информация об актере. Очень советую. Далее, показывать Акунина в начале книжных покупок уже становится традицией, и я должна сказать огромное спасибо всем тем, кто помогал мне собирать мне вот эту вот иллюстрированную серию. Буквально вчера забрала с почты последнюю книгу от зрителя из Москвы, и там был еще приятный бонус в виде статского советника с моим любимым Фондориным на обложке. Так что еще раз говорю всем огромное спасибо. В общем, теперь Акунин собран полностью, и еще раз огромное вам спасибо за отклик. И нет, с Борисом Акуниным еще не все. Я купила и прочла шпионский роман. Если честно, на книге мне особо останавливаться не хочется, потому что это чтиво явно на один раз, хотя фильм я все же посмотрю. И моим настоящим открытием стали два вот этих потрясающих издания «Азазель» и «Турецкого гамбита». Они подарочные. И обязательно оставлю внизу ссылку, потому что вместе эти две книги стоят почему-то дешевле, чем по отдельности. Книги оформлены под старинные альбомы с реальными фотографиями и документами. Полное погружение в сюжет вам обеспечено. Все, обещаю, Акунина больше не будет. А я продолжаю собирать иллюстрированного Сапковского. Уже третий том про приключения Геральда появился на моих полках под названием «Кровь эльфов», чему я, безусловно, рада. И осенью обязательно буду перечитывать «Ведьмака» целиком. Следующая книга очень необычная. В оригинале она называется «Арт оф Аскин. Искусство просить». Но на русском ее перевели как «Хватит ныть, начни просить». И по сути это автобиография с размышлениями о жизни певица Аманды Палмер. Но для меня она примечательна тем, что Аманда Палмер является женой Нила Геймана, а я как настоящий сталкер отслеживаю все, что его окружает. И в книге 40% текста – это как раз бытовые истории жизни моего любимого писателя. Поэтому могу рекомендовать книгу только поклонникам Нила Геймана или же Аманды Палмер. Для всех остальных, в принципе, она никакого интереса не представляет. Следующая книга – это «Долгожданное приобретение. Интервью с вампиром Эн Райс». Я хочу перечитать и купить в бумажном варианте уже довольно давно, поэтому несказанно рада, что наконец-то эту книгу переиздали. И про Эн Райс будет обязательно отдельный обзор. Следующая книга называется «Сказки тысячи ночей». И про нее я пока могу сказать только, что у нее потрясающая обложка. Содержание не знаю вообще, даже аннотация мне особо ни о чем не говорит. Но мейнстрим плохого не выпускает, поэтому скоро прочитаю и вам расскажу. Фанатку показываю очень коротко, потому что уже был отдельный обзор. Скажу лишь то, что итоги конкурса будут в воскресенье в моей группе. Ну и, конечно же, в понедельник я еще их продублирую в видеообзоре, чтобы вы не пропустили. Дальше «Герой Ольги Погодиной-Кузьминой». Книга, которой удалось меня обрадовать и удивить. Купила после того, как посмотрела фильм, который мне понравился. И, если честно, ничего особо от нее не ожидала. Купила, потому что я люблю кинообложки. Но книга мне действительно понравилась. У автора очень образный и живой язык. Потрясающее описание природы. Так что могу советовать книгу даже в отрыве от фильма. И, наконец, книга, которая для меня совсем не свойственна. Это «Девчачья фэнтези», «Черно-белая палитра». Я подсела на этот жанр и скоро расскажу вам о тех единицах действительно стоящих книг, которые я раскопала среди просто горы графоманского мусора. Ну а на этом у меня все. Напишите мне, какие книги вас заинтересовали, на какие стоит сделать отдельный обзор. Ну и мы увидимся совсем скоро. Пока!